и снова всем welcome это снова я сегодня замечательная погода не жарко я решил сделать обзор на скутер на котором я езжу данный скутер приобретался для жены но так как пока она еще не сдала на права на нем езжу я то suzuki swish модель 2019 года 125 кубов приобретался он магазине в японском но новым потому что бывший я не нашел в хорошем состоянии не уже там все полуподубитые это новая модель скутера swish туда этого у них тоже была модель но она выглядела по-другому там и дизайн и все немного по характеристикам то есть данный скутер объемом 124 кубических сантиметра у него вес общий вес его 114 килограмм бензина жрет примерно 2 литра на 100 километров 2 литра на 100 километров объем бака 5 с половиной литров в целом неплохо мощность его девять с половиной лошадиных сил примерно при 7000 оборотов в минуту и крутящий момент 10 ньютон метров при 6000 оборотов в минуту немного расскажу почему я решил его взять то есть данная версия является это limited edition то есть ограниченный выпуск чем отличается limited edition от обычной версии на нем установлена защита для рук и также подогрев руля подогрев руля вот здесь вот видно вот grip heater также на нем установлена сразу завода подогрев сидений то есть всего сиденья здесь подогрев идет на обычной версии этого нет купили обычной версии хотите установить подогрев то устарм можете установить только подогрев ручек подогрева сидения установить на обычной версии не получится потому что там отсутствует во первых в продаже отсутствуют эти сиденья как аксессуары как дополнительный во вторых отсутствует переключатель то есть то что здесь переключатель прям он сюда завода установлен а если покупать обычную версию здесь просто плоское место есть это надо самому здесь вырезать самому устанавливать колхоз то есть это не очень хорошо что еще в нем хорошего первых зарядка есть сразу на телефон usb usb 2 вампира по моему идет у нее для ног удобное место то что можно вперед поставить ноги они как на большинстве скутеров вот вот так вот обрезана то есть не не удобно сидеть на нем вот это система экономии топлива с и пи с языки и как performance вся оптика идет но за исключением поворотников завода уже идет led и спереди и сзади что мне в нем понравилось еще ну во первых то что он компактный небольшой такой маневренный по пробкам где-то ездить на на работу прям самое то выходит намного дешевле чем на поезде на поезде мне до работы где-то около 1000 йен в одну страну то есть в обратку еще тысяча то есть получается около там 2000 мне в ген выходит в день на дорогу если же я еду на скутеры то это выходит примерно но около двух двух литров туда-обратно чтобы съездить примерно там по 40 километров в одной и в другую сторону это будет примерно 200 220 240 йен на бензин это очень дешево 240 н это не 2000 поэтому намного выгоднее кататься на нем проехал я уже на нем достаточно много сейчас ключи покажу уже 1241 километр то есть обкатку я уже прошел там обкатка до 1000 километров идет до 1000 километров ручку газа нельзя крутить больше чем наполовину что еще мне понравилось в нем во-первых удобно ехать вот эта посадка то есть что многие немного вперед вытягиваешь нормально в отличие от сигнуса да вот был вариант выбрать между ямаха сигнус honda лид и вот suzuki switch то есть это вот основные три модели которые я рассматривал honda лид имеет скажем так ограниченное пространство для ног впереди не очень удобно и у нее вот здесь спереди идут ну как бы закрыта пластиком тем же самым что и спереди то есть если так смотреть там очень много цвет кузова покрашена элементов даже внутри сметь тоже не очень нравится а еще минус там какой в honda лидия у них крышка под бензобак под средине находится и открывается она в сторону вот так в сторону то есть если у вас какие-то например ну вещи тут лежат или еще что-то то есть да то есть она в сторону не отодвинется если у вас какой-либо этот ну как бы груз эта же крышка открывается то есть она может открыться и вот так вот то есть да да до середины то есть если мы открываем то есть можно вот так вот открыть да и заправлять спокойно без проблем в этом большой плюс также здесь мне понравилось то что все открывается с ключа то есть видно что и старт двигателя и открыть подседельное пространство и какие-либо тут манипуляции то есть тоже лог-лог руля все делается с ключа не надо никаких там дополнительных кнопок нажимать никаких этих ручек там трогать то есть вот например так мы включаем его заводим если вот сейчас эти завести тут стоит защита до от скажем так стартой на боковой подножке в принципе заведу под попозже покажу если мы просто поворачиваем ключ влево в левую сторону когда он выключен вот выключены влево поворачиваем то открывается вот седло то есть если же мы нажимаем и поворачиваем то он блокирует то есть вот вот руль заблокировал если же мы нажимаем и поворачиваем правую сторону то открывается бензобак что очень удобно в отличие от той же самой yamaha signus очень удобно такого плана компоновка потому что то yamaha например не надо ключом открывать бензобак чтобы заправить я имею ввиду ключом прямо сюда втыкается ключ honda лид примерно то же самое как и здесь замок тоже несколько позиционный что тоже хорошо что мне просто что у них у что у honda что у signus зарядка 12-вольтовая идет они и избежны и да конечно с одной стороны многие привыкли пользоваться 12-вольтовой зарядкой это там про колеса подкачать чем компрессор еще что-то подключить но я например не имея никаких приспособств чтобы использовать 12 вольт и если надо подкачать колеса или еще что-то да это проще сделать на заправке зачем с собой возить инструмента по крайней мере в японии если вы где-то там находитесь например в снг там или где-нибудь в европе но в европе думаю тоже там сервисов много и без проблем можно заехать и подкачать и все сделать набор инструментов с ним с ним не шло то есть он был без инструментов и надо самому покупать это не проблема масло я сам заменил никаких проблем вообще нет с этим глушитель все стандартная ничего я на нем менять скорее всего не буду в этом плане меня устраивает вполне и звук и бы и дизайн этого глушителя боковые подножки тоже сделали намного проще открывать то есть вот мы чуть чуть нажимаем и она открывается не надо там тащить сильно там прям легонько можно одним пальцем вот он закрыл нажал вот открыл все легко мне в этом плане он нравится то что все сделано по уму никакие ничего лишнего нету также есть багажник на котором можно установить кофр если есть желание либо же за место багажника можно сюда прикупить этот такой полумесяц стандартный продается как на скутер знаете там он там что-то недорого стоит но я думаю сюда кофр со временем поставлю пока мне и бородачка под сиденьем хватает вполне все помещается что можно сказать про но оптику оптика светит достаточно хорошо мне устраивает что габаритные ходовые огни и ближний свет дальний свет если мы включим зажигание вот видно как она светит ближний свет освещает все очень хорошо прям ничего даже добавлять не надо никаких дополнительных ламп сзади вот тоже такие идут полоски это тоже ледовский но и на стоп нажимаешь тут загорается еще дополнительная линия сейчас еще заведу покажу как звук именно вот так он работает двигатель очень тихий глушитель тоже тихий никаких лишних шумов нету я думаю вы сейчас слышите вполне все устраивает скорость набирая достаточно быстро на 6000 оборотов на самом высоком крутящем моменте он прям хорошо разгоняется но я пока из него сильно не выжимал там около максимум максимум что я на нем ехал это где-то 80 может 90 и также здесь на нем есть как сказать на дальний свет то есть кнопка если вот чуть-чуть вниз нажать на ближний нажимаешь еще больше и он включает как бы он кратковременно дальний свет то есть чтобы вот так не включать не переключать его много раз этот пасенком называется то есть дальний свет что очень удобно когда там надо чем показать кому-нибудь что там или либо вы проезжаете либо там менты стоят или что кто то то есть это все как бы очень полезно я считаю почему я не взял сигнус вот я могу сказать то есть я выбирал между как я уже говорил сигнус или лит или свеч что сигнус у него с этим самым с дизайном мне не очень понравилось то есть последние модификации которые сигнуса 2019 года они сделаны там слишком много цвета то есть например если там выбрать красный то у него все красное и плюс еще и диски красный мне лично такое обилие цвета не нравится то есть нету баланса то здесь как бы баланс присутствует 50 на 50 примерно 50 процентов черный 50 процентов красная сигнусе же нет там почти все красное и диски в том числе что мне не очень нравится в лиде там тоже примерно та же самая ситуация там очень много именно цвета самого корпуса то есть там и внутри белая и здесь тоже например с и белый рассматриваю на если красный также тоже внутри все красные здесь красный но там есть хорошая модификация то черный матовый там весь весь он черный матовый цвет тоже смотрится классно но как я уже говорил не очень удобно сидеть многие не могу это самое затекает в таком положении от если хотя бы так вперед выставлять то еще более-менее нормально и что из того что я установила сюда дополнительно как видно здесь только у меня установлен значит держатель для телефона я его специально взял для зеркала крепления помимо этого еще установил на поставил на панель чтобы меньше вибраций было здесь есть вентиляция для телефона потому что летом жарко и телефон если запечатанный этот держатель то он там потеет перегревается и может выключиться также спереди здесь но сверху снизу установлен тоже вентиляция для телефона что тоже помогает выведена зарядка когда я пользуюсь телефоном как навигатором я подсоединяю зарядку и очень удобно на него есть также дополнительно водонепроницаемый чехол то есть во время дождя он надевается сверху и уже как можно пользоваться также через пластик нажимается все сенсор но сенсорный дисплей без проблем и этот байк по высоте седла 760 миллиметров там это сигнус и honda лит они выше там 790 800 там около 80 сантиметров то есть достаточно высоко не очень удобно доставать ногами до пола у меня данная высота посидеть нравится я не чувствую себя каким-то скажем так слишком большим для этого байка и не чувствую себя слишком маленьким для него как их регистрировать я уже говорил в предыдущем видео регистрация достаточно простая при покупке выдают бумагу с ней идете в местный муниципалитет где вы живете и получаете номер получаете номер за бесплатно никаких денег платить не надо то есть очень все быстро и просто номер получается за за 10 минут вот вы пришли бумагу сдали они все зарегистрировали и через 10 минут вам выдает номер обычно там толп нет таких чтобы там ждать сколько-то ни в какую полицию в гаи не надо ехать все делается в муниципалитете очень удобно в этом плане в японии конечно прогресс постановка на учет происходит очень быстро потом оформляется там страховка в магазине я взял на пять лет сразу чтобы не но не запариваться на счет страховки и все без проблем вот так вот он выглядит сзади и вот так вот выглядит спереди диски 10 дюймов на нем стоят колеса 10 дюймовые конечно 12 было бы лучше но и собрать 12 то это там либо же ямаха сигнус либо же honda lead но у honda lead только передние 12 а задние также 10 но мне 10 хватает немного потряхивает конечно на таких больших прям неровностях если ехать где-то по дороге по трассе там будет какие-то недостроенная дорога или ямы большие до 10 дюймовые колеса они не так проглатывают ямы как 12 но в этом никаких проблем нету и амортизаторы справляются на отлично все в порядке система впрыска здесь идет также инжектор как и везде сейчас на всех практически последних моделях скутеров везде идут инжектора никаких проблем с заводом я не видел ни у кого почитал по формам на японских конечно потому что в россии он еще пока не появился как видно с кикстартера здесь нет но его можно поставить отдельно если вам нужно есть кит продается также как дополнительная опция как аксессуар и устанавливается отдельно но если эксплуатировать его нормальный проверять заряд батареи а проверяется он достаточно просто не надо никуда лезть здесь прямо на панели вот мы видим здесь есть знак батареи если батарея разряжена он будет светиться красным необходимо зарядить батарею после стартовой проверки то есть он будет оставаться светиться красным просто меняете батарею и спокойно эксплуатируете дальше но это все что я хотел сегодня рассказать если у вас остались какие-либо вопросы задавать их комментариях не забывайте подписываться ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями на самом был дэн до новых встреч пока